приветствую всех на канале короткое видео после фрс фрс подняла ставку на 75 базисных пунктов собственно этого рынок ожидал дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным завел фрс фрс обеспокоена инфляционными угрозами будет корректировать политику если появятся риски которые могут помешать достижению целей в среду фрс отметил что недавние показатели расходов и производства смягчились но также указал что рост числа рабочих мест был значительным в последние месяцы а уровень безработицы остался низким павлов в ходе пресс-конференции заявил о том что трудно уверенностью предсказать состояние экономики ближайшие 6 12 месяцев оценка в 75 базисных пунктов была правильной еще одно необычно большое повышение ставок может быть уместным но это зависит от данных которые будут получены ближайшее время фрс ожидает повышение ставок в 2023 году мы думаем что хотим достичь умеренно ограничено ограничительного уровня концу этого года это означает от 3 до 3 с половиной процентов то есть поднятие ставки на 50 базисных пунктов либо на один отношения в отношении того который есть на данный момент сейчас ставка до с половиной процента то есть 50-100 последний отчет по инфляции оказался хуже чем ожидается хотя цены не на некоторые сырьевые товары снизилась все еще существует дополнительное повышательное давление на инфляцию у фрс есть инструменты для восстановления ценовой стабильности фрс продолжает процесс значительного сокращения баланса рост потребительских расходов значительно замедлился рост заработной платы увеличился рост числа рабочих мест замедлится но все еще стабилен значительно улучшение ситуации на рынке труда ну и также пау отметил то что он считает что экономика фрс экономика сша не находится в рецессии и грубо говоря пока что еще есть время пить боржоми в общем рынок все это дело воспринял крайне позитивно и индексы сегодня выросли там по два по три процента в общем идея того что снп растет в область 4 200 пока что подтверждается я сегодня ждал возможную чуть более глубокую коррекцию мне бы на самом деле больше этот вариант устраивал поскольку он давал больше пространства для маневра соответственно я предполагал что здесь могла быть какая-то подобная ситуация и после чего мы пойдем наверх но рынок распорядился по-другому собственно говоря сейчас основной сценарий у меня часть в том что мы сделали трехволновую w трехволновый x и мы сделали волну w в игрек сделали волну x и вот сейчас мы должны сделать волну w куда-то в зону 4 200 может чуть пораньше это все дело закончится то есть ну вот основной сценарий сейчас такой понятно что коррективы могут быть какие-то но тем не менее пока что смотрю на рынок именно так собственно это полностью входит в ту идею который озвучил последний месяц что жду ралли на рынке до середины августа возможно конца августа после чего уже будет заключительная такая сильная волна снижения на рынке мы посмотрим как она будет в общем пока что мне кажется что у нас есть в этой вольне волне которая началась скорее всего первый импульс далее коррекция ну возможно это у нас только один в 3 далее будет 23 и пойдет три но в любом случае мы здесь должны увидеть законченный импульс то есть ну может быть как раз что-то подобное после коррекции как минимум еще одну волну наверх я жду вот так вот мета отчиталась после закрытия рынка отчет был не очень хороший сейчас посмотрим что с ним происходит она снижалась но не исключаю что ее завтра начнут откупать по причине того что рынок общим фронтом пойдет ближайшее время я думаю ну как минимум еще недельку может вполне порасти но в общем пока что никаких резких движений в любом случае принимать не хочу у меня есть позиции длинные часть конечно же страховок сегодня погорела ну вот это вот идея на который закладывается что здесь возможно после этих трех мы сделаем еще одну движение вниз собственно что еще хотел бы добавить сегодня сенат одобрил чип билл это говорит о том что ближайшее время отрасль полупроводников сша получит развитие соответственно можете смотреть на и тех который отслеживает эту отрасль соответственно дать посмотрим что у нас здесь есть предположительно здесь у нас есть уже импульс но в стадии окончания то здесь у нас пятая волна развивается после коррекции который может куда-то в район 16 сходить я думаю что еще будет один импульс наверх я думаю что основной выгоды приобретатель если этот билл примут именно так как он сейчас написано интел интел делает попытку здесь тоже сделать импульс ну вот где-то он сейчас в ближайшее время будет завершаться может быть после того как будет дивидендный гэп я как раз с идеей того что еще и хотя бы один импульс интел будет делать буду брать на него колыну либо брать колына вот этот цель тех на семи кондактор с пару идей которые опубликовал в telegram per spotify который сегодня читался в принципе отыграли свое до 120 1 он поднимался я указывал что цель в районе 120 находится ну скажу еще одну идею которая публиковал в бусте это акции компании року она в принципе до конца еще не отыграна идея заключается в том что после того как мы показали значимый не здесь у нас есть импульс далее коррекции виде эй би си предположительно и вот мы отсюда начинаем движение наверх соответственно здесь я вижу очертание импульса соответственно после коррекции ну жду что движение продолжится наверх и в итоге вот этот верх в районе 100 будет переписан так что еще хотел указать вчера снимал видео для бусте в котором как раз сделал предположение что bitcoin здесь сделал двойной зигзаг соответственно и биси или wxy не так это важно волна x и волна y после чего мы сделали резкое движение вчера как раз вот здесь сообщил идею того что здесь можно bitcoin покупать оставив прям близкий стоп за этот уровень и пока что bitcoin идет наверх соответственно если спай делать то что я ожидаю той bitcoin скорее всего сделать что-то похожее а именно волну w волну x и волну y соответственно учитывая то что мне кажется здесь здесь по-разному можно лишь посмотреть на эту волну но в любом случае минимум две волны здесь должно быть и скорее всего мы будем стремиться к паритету вот этих двух волн поэтому я думаю что bitcoin может выйти в зону 26 поэтому здесь можно смотреть на крипто акции они должны еще какое-то время с bitcoin расти пока что здесь ну грубо говоря я собираюсь подождать когда у ляжется пыль в четверг выходит данный пвп там может быть какая-то небольшая коррекция пока что здесь такое ощущение что у нас есть 12 из 3 сделаем 45 ну после чего сделан какую-то более-менее коррекцию ну вот наверное все мысли по рынку сейчас кстати говоря даже google который вчера читался не так уж и удачно но лучше чем видимо ожидал рынок сегодня неплохо так показал ралли хорошее вот не знаю получится ли конечно же до 29 вырастим в зону 120 где у нас ставят колы учитывая то как дешево она стоит они стоят скорее всего не получится но тем не менее могу сказать что я на него буду смотреть позитивно если он перепишет вверх вот этот 115 с половиной ну грубо говоря 116 тогда здесь как и на индексах может вполне вот идея с abc w x и какой-то вот волной вот такой y отыграться но мы в итоге пробьем этот уровень но возможно низ насколько то есть здесь опять же мне кажется google близок тому чтобы первый импульс завершить поэтому ну грубо говоря мне кажется бросаться сейчас на акции не стоит они еще дадут возможность войти чуть лучше соответственно здесь 123 ну и возможно здесь какая-то конечная диагональ в пятой волне выстраиваться после чего будет коррекция что еще добавить да наверно пока больше ничего в бусте разместил пару идей по китайским акциям по евро доллару опять же пока что кстати говоря вполне он действует так как я ожидал в большом отчете кто помнит я говорил что здесь у нас есть тройка у нас есть тройка наверх и вот после завершения я ожидал здесь импульс он в принципе прошел мы начали резко двигаться наверх ну в общем вот пока этот низ состоит я ожидаю что как минимум одну волну ну вместе с рынками евро доллар может сделать еще куда-то в зону 105 пока что будем надеяться общем золото дать еще золото посмотрим под конец мне не нравится то что она переписал это низ этот низ но с другой стороны может быть здесь где-то была двойка это грубо говоря 1 2 3 4 5 это все вторая волна по поэтому пока что часть позиции которые у меня есть в золоте я оставил ну и наблюдаю и очень интересные движения идут в газе газ очень резко обвалился опять же здесь я делал предположение того что у нас здесь все-таки не волна биде это идет заключительная пятая волна после чего газ будет падать он так или иначе я думаю что в сентябре будет какие-то важные низы показывать пока что на мой взгляд более вероятно что здесь у нас есть три волны поэтому я здесь жду 4 и 5 ну в общем свои путы продолжают держать если смотреть расширение вот этой последней волны то она у нас пришла на уровень 2618 ну то есть как обычно больше это соответствует волне 3 нежели волне си которые есть как раз ждал и вверх здесь уже газ переписал вот наверное в принципе все вызывает кстати говоря небольшую тревогу то что викс продолжает сидеть на поддержке вот это зеленый вот не знаю будет ли он отсюда прыгать или у нас все-таки будет еще какое-то более-менее ну пару недель спокойствия вот так если смотреть на smp мы пришли сейчас на верхнюю границу канала и пока что мы пытаемся от нее отскочить поэтому здесь когда мы этот канал пробьем я буду более-менее уверен в том что мы идем куда-то в зону ну вот сюда в район 4 220 если смотреть на nasdaq то здесь опять же все то же самое wx и здесь должно быть y как мне кажется ну и вполне возможно что сможет он прийти в рай в район 13 313 14 давайте расширение смотреть во первых волны wx у 1618 находится здесь ну и вот если считать что здесь x у нас закончился в последней волне w единица у нас находится ну плюс минус вот в этой зоне поэтому цель по росту nasdaq а я сейчас себе обрисую надеюсь что она будет здесь кстати говоря в пользу роста помимо того что приняли чипбилл и данные фрс ну вот это пресс-конференция павла была рынком воспринята позитивно плюс ко всему опять же снят запрет ну как этот blackout на байбеке и в течение там начиная с прошлой пятницы по пять миллиардов в рынок вкладываются инвестиции то есть обратного выкупа делают на компании вот кстати говоря google одна из тех компаний которые делают большой байбек apple кстати говоря apple и мы и amazon будет отчитываться уже завтра так что еще впереди довольно много интересного ну вот собственно если смотреть сопротивление которые есть у нас дакой проводя его по предыдущим хая то вот эти две два уровня встречаются примерно где-то в зоне 4 там 5 7 августа поэтому ну вполне можно ждать как раз туда движение вот не исключаю что здесь может еще волна x не закончится и мы сделаем грубо говоря и бисе и вот такое движение на потом пойдем наверх я думаю что все таки 13 300 и 4 200 по s&p мы скорее всего в августе увидим пока что у меня взгляд такой посмотрим как окажется на самом деле спасибо за внимание и до встречи в следующих видео